Дорогие друзья, в это утро хочу всех приветствовать словами Иеремии, которые записаны в книге «Плащ Иеремии», 3 глава, 22 стих. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милость Его не истощилась». Мы сегодня здесь по милости Бога. И часто мы забываем, что наше дыхание нам дарит Бог. Часто мы забываем, что погоду послал нужную сегодня Бог, чтобы мы доехали сюда. Когда вы сегодня встали утром с кровати на ваши ноги, это Бог дал силы встать на ноги. Друзья, мы часто приходим в состояние обыденности, когда мы не замечаем простые вещи, которые случаются в нашей жизни по милости Бога, и мы становимся неблагодарны. Нам кажется, что это случается, так и должно случаться. Те, кто были в пятницу на служении, они слышали стих Павла, который проповедовал, говорит, «Человек, который благодарил Бога, что он дышать может, вдохните глубоко». Вам это Бог дал. Какое-то время назад у меня была возможность проведать друга своего в больнице, который лежал и говорит, «Тима, после аварии, я никогда не думал, что я могу смотреть на кого-то, кто ходит, и завидовать ему, потому что я сейчас не могу ходить». Это милость Божия, что мы здесь. Друзья, милость Божия, что двери дома нашего молитвы, они открыты. Тогда, когда многие не имеют общения сегодня вместе. Что вы запомнили с 2020 года? Первое, что встает в вашем разуме? Вирус. Я запомнил вечерю, когда надо было приезжать сюда, брать эти контейнеры, ехать домой, ставить, ждать, смотреть онлайн, когда приглася всех для молитвы. И когда мы дома это делали, ты не делал за 20 лет никогда этого. Ты 20 лет ходишь в церковь, у тебя не было такого экспириенса. Дом Божий сегодня открытый, двери открыты. Таким составом мы собираемся на вечерю. Есть возможность сегодня иметь общение. И мы не радеем. У нас есть другие дела. У нас есть чаепитие, дни рождения, семейные встречи. Когда Бог говорит, соберитесь вместе, это церковь ваша. Место, которое я хотел бы сегодня прочитать, друзья, записанное в Евангелии от Матфея, о котором мы будем размышлять, о вечере Господней. Это тот случай, когда это случилось. Это записано в Евангелии от Матфея, 26 глава. С двадцатого стиха. Когда же настал вечер, он возлег с двенадцатью учениками. И когда они ели, сказал, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня. Они весьма опечалились, начали говорить ему, каждый из них не я ли Господи. Он же сказал в ответ, опустивши руку со мною, со мною руку в блюдо, этот предаст меня. Впрочем, сын человеческий идет, как написано о нем. Но горе тому человеку, которым сын человеческий предается, лучше бы было этому человеку не родиться. Присем и Иуда, предававший его, сказал, не я ли Рави? Иисус говорит ему, ты сказал. Когда же они ели, Иисус взял хлеб и, возблагодарив, преломил. И, раздавая ученикам, сказал, примите, едите, сие есть тело мое. И, взяв чашу и, благодарив, подал им, и сказал, пейте из нее все. Ибо сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая восставление грехов. Сегодня перед нами знаки. Знаете, интересно, первый раз, когда в Слове Божьем прозвучало слово церковь, это было, когда приступили ученики Христу. И он спросил их, это записано в Матфея в 16 главе, за кого меня почитают люди. И одни отвечали за Иоанна Крестителя, другие за Иеремию, за пророка. Он спросил Петра, говорит, Петр, за кого ты меня почитаешь? Он говорит, ты Христос, Сын Бога Живого. И после жизни Христа, после Его смерти, после Его воскресения создалась церковь. И вот об этой первой церкви мы читаем, что они уже тогда собирались. Они еще даже не назывались церковью. Это была группа людей после проповеди апостолов. И написано в Деянии, 2 глава, 42 стих, И они постоянно пребывали в учении апостолов, и в общении, и при ломлении хлеба, и в молитвах. Друзья, я искренне верю, что сила первой церкви была, потому что они постоянно пребывали в общении. Они постоянно пребывали в учении. Они постоянно преломляли хлеб. У них Иисус Христос, развитый перед глазами, был постоянно. Он не был только в первое воскресенье каждого месяца. Какое мое хождение в понедельник начинается? Является ли Христос передо мною? И казвалась бы вечеря с этого случая. Она годами, годами, годами передавалась и дошла до нашего времени. И то, что должно быть, может быть, такое секретное и одинаковое, насколько оно разнообразное. Если мы посмотрим разные динаминации христиане. Одни участвуют стоя, другие участвуют сидя. Третьи участвуют, принимают вино. Другие принимают виноградный сок. Кто-то берет кусочек хлеба, макает вино и принимает так участие. Кто-то принимает раз в месяц, кто-то как Амиши в полгода. Кто-то как лютеран и каждую неделю. Кто-то стоит с руками сзади, ему священник ложит кусочек хлеба и вина в рот. Разное, обряд разный. И смотря на это, смотря на все, что забывается смысл, теряется для чего мы вспоминаем, для чего Христос оставил эту заповедь. Мы, как евангельские христиане-баптисты, мы две заповеди соблюдаем эти. И крещение, и вечеря Господня. Господу не важен был день рождения, Рождество, и Он не говорил нам отмечать сильно Пасху. Но почему-то сильно важно Ему было, чтобы мы помнили. Он говорит, это творите. Вот это совершайте в Моё воспоминание. Почему? Потому что дорого вы мне достались. Я за каждого из вас заплатил дорогую цену. I want you to do this in remembrance of me. Они это делали постоянно. И чтобы проникнуть чуть-чуть, что же случилось там? Давайте вернемся назад. Давайте вернемся туда, где это случилось. Четверг. Страстная неделя. Господь знает, что остается совсем немного. Он знает, что скоро будет расставание с учениками. Я вас больше не увижу. Он знает, что предстоит муки и страдания. Его оплюют. Его будут бичевать. Его положат на крест и распнут. И Он говорит, я хочу с вами провести немного времени. Он собирает с собой 12 учеников, те, которые были близки. Он говорит, перед тем, как я уйду, нам надо побыть вместе. Они заходят в горницу. И там у них происходит два разговора. Второй разговор идет так, когда Христос взял чашу и хлеб и преломил, сказал, это тело мое. И взял чашу, сказал, это кровь моя. Но до этого у них был другой разговор. И он начинался немного так. Один из вас предаст меня. Тот, который ходил со мной, тот, который видел чудеса, тот, который был в числе 12, тот, который был постоянно, он не дойдет до цели. Он предаст меня. И чтобы понять нам хорошо этот смысл, заглянуть немножко глубже в сердце, заглянуть в ту ситуацию, перенести немного. Кто собрались там? Там были ученики. И мы знаем то, что не знали ученики. Мы, когда читаем с вами Евангелие, мы знаем, что Иуда это тот, который предал Христа. И каждый раз, когда мы читаем, даже в начале ученики Иисуса Христа, Иуда, запятая тот, который предал Христа, они этого не знали. Друзья, плохо, когда в жизни христианинам случается что-то, после чего можно поставить запятую и добавить, вот он такой, такой, такой. Кто там собрались? Посмотрите, в Матфея 18 глава 1 стих написано, ученики спорили совсем недавно, кто больше в Царстве Небесном. У них спор был. В Матфея 20, 20 написано, мама сыновей Завидеевых, она просила, чтобы кто-то с левой стороны был Христа, а кто-то с правой. И они не против были. Они там на вечере были. Фома тот, который не поверил по воскресению Иисуса Христа, он был там на вечере. Петр, который предаст трижды Иисуса Христа, он был там на вечере. И Иуда, который предал Христа, об этом знал только Христос. И он был на вечере. И Христос позвал его на вечерю. Что это напоминает нам сегодня, смотря на стол и то, что мы говорим? Потому что есть место, дорогой друг, Бог призывает грешника ко спасению. Сегодня есть место у стола. Время благодати не закончилось. Христос говорил, что нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Христа всегда обвинялись, что он кушает и пьет не с теми людьми. Фарисеи и книжники, они говорили, он ест не с теми. Христа находили, когда он кушает с мытарями, с блудницами, с ворами. Что такое было прийти ко столу? Что такое традиция Среднего Востока, когда вас зовут ко столу? Туда зовут близких. Туда зовут дорогих гостей. Туда зовут тем, которым ты проявишь гостеприимство, кого ты любишь. Те, которые разделят трапезу с тобой. Христос позвал всех. Всех двенадцати были там. И когда продолжался этот ужин, Христос говорит, один из вас предаст меня. И была пауза. Я думаю, после вот этого момента глаза учеников начали смотреть друг на друга. Боже, кто предаст? Время, когда мы приходим к столу, это время для самопроверки. Бог дает нам время, когда мы можем проверить себя, приготовиться, испытать себя. Работа Духа Святого проявляется не только, когда мы можем восклицать, когда кто-то научился языками говорить. Работа Духа Святого в вашей, в моей душе проявляется тогда, когда Он показывает нам наши минусы. Когда он показывает нам в то, в чем нам надо меняться. Когда я могу сам себя осудить, и это приведет меня к обвинению и к покаянию. Тогда я возрастаю духовно. Когда Дух Святой показывает, что мне постоянно надо в чем-то меняться. Стол нам напоминает о том, что нужно проверить себя. Господь говорит, что будет измена. Он говорит, что один из вас предаст меня, но Он никогда сразу не сказал, что это будет Иуда. И была пауза. Каждый мог проверить себя. Потому что, замечая большой грех, часто мы не видим маленький грех в нашей жизни. Господи, я предам? Я не предам. У меня иммунитет на этот грех. Я это не сделаю. И мы забываем то, что во время этого мы можем сделать маленький грех. Друзья, я славлю Бога. Я не знаю насчет вас, но я прославляю Бога. И перевозношу Его, что Он меня много простил. Христос не рассказал, кто предаст. Я прославляю Бога за то, что Он мое бросил назад. И не вспомнил. Я благодарю Бога за то, что многое есть во мне, о чем знает Бог и я. Я уверен, что многие сидящие здесь имеют то, что не знают ближние. И вы рады, что они не знают о вас. Благодать Божия накрыла это все. Поэтому наш Бог велик. Поэтому стол сегодня нам напоминает благодать Божию. Которая не по делам нашим, не по заслугам покрыла нас. До того, когда мы были еще грешники. До того, как мы родились в этот мир. Бог знал, что мы будем падать. Бог знал, что люди согрешат. И послал сына. Стол нам напоминает за то, что мы не заслужили это. Это бесплатно. Он говорит, приди и возьми. Я уплатил за тебя. Он говорит, тот, кто возьмет руку свою и положит в блюдо. Они кушали, у них большое блюдо было. Они из одной тарелки тянули. Что им покушать надо было. И вполне возможно, где была рука Иуда. Не вполне возможно, так и было. Там была и рука и Петра, и Иоанна, и Иакова. И Фадея, и Варфоломея, все брали. И у каждого была возможность подумать. Боже мой, не я ли? Самопроверка. Когда время доходит до Иуды, он берет хлеб, говорит, Боже, не я ли? Господь говорит, это ты сказал. В этот момент в комнате все знали, что Иуда предатель. Но никто не проголосовал, чтобы он вышел. Никто не сказал, уходи. Потому что было обвинение самого себя. Каждый понимал, что в том-то был виноват. У Петра нож с собой. Потому что мы знаем, пройдет чуть-чуть времени, они будут в Гефсиманском саду, он достанет нож и отрубит ухо слуге. Петр не бросается на Иуду за то, что он предал Христа. Иуда остался с ними. И трагедия всего этого, что мы читаем, когда Господь взял хлеб и преломил, и раздал, и вино, и Он дал всем. И Ему тоже. Господь говорил, я готов за тебя простить. Я готов тебя простить. Но Он не принял это. Дорогой друг, чего можешь сегодня наделать в жизни ты, чего не может простить тебя Господь? Таких грехов нету. Бог нас прощает. Он готов был простить Иуду. Он не принял. Когда молодой парень, будучи в нехорошем состоянии, в алкогольном опьянении, ворвался на тротуар, избил молодую девочку, ему присудили огромный срок. И как-то получилось так, что родители, не хотя губить жизнь его, они сказали, что мы прощаем тебя, мы даем тебе шанс, но мы хотим, чтобы ты 20 лет по доллару выписывал каждый месяц чек на ее имя и приходил нам каждый месяц, отдавал. Мы тебя прощаем за то, что ты убил нашу дочь, но мы хотим, чтобы ты каждый месяц приносил чек на один доллар, выписанный на ее имя и давал нам. Почему? Чтоб ты помнил. Сегодня месседж стола нашего, вечерей Господней, я не просто могу там воображать, как умер Христос, я пытаюсь понять, я не могу это все понять до конца. Сегодня весть стола вечерей Господней, чтобы я вечно помнил, что мне простил Христос, какую цену Он заплатил за мой грех, что Он кинул назад за меня, чтобы не стало это обыденностью, чтобы это не стало просто первым воскресеньем, когда я прихожу, беру хлеб и беру вино и участвую, чтобы это не было привычкой, чтобы я помнил, что за меня заплатил Христос. Дорогой мой друг, брат или сестра, мне всегда хочется заканчивать слово свое, Евангелие. 14-го дня месяца Ниссан по еврейскому календарю они распили Иисуса Христа. Они подняли его на кресте в тот день, когда в Иерусалиме закалывали Агнца пасхального. Это было сделано не просто так, один раз и на все время была уплачена цена за Твой и за мой грех. Иисусе Христа. Господь принес в жертву самое дорогое. Там на Голговском кресте соединилась Божий гнев, Божие прощение, Божия любовь и милость. Такого места нету больше на земле. Господь зовет нас к самопроверке. Стол сегодня напоминает нам какую цену заплатил за нас Господь, за мой и за Твой грех. Друзья, те, которые приняли Господа, и мы живем, и мы проходим процесс освящения, подготовки, давайте будем помнить то, что нам досталось даром. Бог заплатил самое дорогое. Аминь. Помолимся. Аминь.